Шалам браха! Сегодня я хотел поделиться особенной историей, с которой мы можем выучить действительно что-то для нашей жизни. У одной семьи множество лет не было детей. И, как обычно, у мамы, у женщины, которая переживала страшно, она уже не могла ходить по паркам, потому что постоянно она окружена детьми, она постоянно не могла существовать, и ей страшно хотелось, чтобы у нее тоже были маленькие дети. Она обратилась к Рапшумоза Нойербах. Это был гениально-величайший раввин, который всю жизнь прожил в Иерусалиме, и мы обращались со всех спектров еврейского народа. Рапшумоза Нойербах, когда она пришла к нему, и уже просто исторически она вылила всю свою душу и сказала, насколько ей тяжело, и она попросила совета, благословения, чтобы он помнился за нее. И в этот момент Рапшумоза, который был, отличался своим особенным светом, жизнерадостью и мягкостью, он сказал ей фразу, которая при Лаве шокировала. Он сказал, Акуджборуху ло хаяф лах клум, Ашем не должен тебе ничего. И когда она это услышала, она сначала подумала, что это все в последнюю надежда уже потухает. На что Акуджборуху объяснил, что действительно мы должны понимать, что Акуджборуху Ашем, Творец, он не... Все, что происходит, значит, так лучше. И если ты... Да, он обратился к этой женщине. Если ты готова взять на себя что-то, что тоже от тебя не требуется, ты пойдешь и сделаешь что-то больше, что-то особенное, что-то, что до этого... Тебе даже не приходило в голову, что что-то, что будет считаться, что ты делаешь что-то, что гораздо выше и твоих способностей, и твоих возможностей. Тогда, говорит Акуджборуху Ашем, ты можешь ожидать от Акуджборуху, что он тоже сделает для тебя что-то, что на самом... что до этого момента твоей судьбе не полагалось. Эта женщина, она вернулась домой. Она села и начала думать, что бы она могла сделать, что-то, что в ее ситуации... И она пришла к следующему решению. Она начала ходить по больницам, и те семьи, которые приезжали туда, и были дети там, или были жены, или кто бы то ни был, которые находились в палатах, то все, кто находились с ними, это люди, которые... были там очень долгое время. И очень часто им тяжело было с едой. Да, в нескольких местах не было кошерной еды, или той кошерной еды, к которому люди привыкли. И поэтому она начала приносить, она готовила множество-множество порций еды, и также специально еду для детей, которые детям нравятся. И она начала ходить по больницам, ходить по палатам и предлагать бесплатно эту еду. Для детей были специальные тоже сладости, какие-то тоже игры, чтобы людям, которые находились в тяжелых ситуациях, чтобы как-то это облегчить. Я помню, когда я был в Мексике, моя жена была в больнице, то тоже была еврейская женщина, которая ходила по всем палатам и приносила еды, сэндвичи. Это была огромнейшая помощь. В этот момент она действительно видела, что это настолько нужно. Она начала собирать фонды на это, потому что у нее уже не было возможности делать все самой, чтобы были добровольцы, чтобы было больше кто-то сделать это более профессионально, чтобы расширить меню, чтобы люди разные энергии и так далее. И со временем это действительно разошлось, что это становилось целой организацией. Через год у этой женщины был ребенок. Это было около 20 лет, если я не ошибаюсь, у нее не было детей. Хесед — это то, что мы сказали в первом шуре, это выносно, это что-то, что ты даешь, и возвращается. Иногда мы это видим своими глазами. Иногда это приходит на тех местах, в которых мы даже не знаем почему. Но сам Хесед — первое, что мы видим отсюда, что действительно само отношение к этому миру, я не заслуживаю ничего. И все, что со мной происходит, это все Хесед, это все, Рябон Шалам сделает для меня своей особой милосердии и доброты. Но я, от меня ожидается, если имитировать, быть похожим на Творца. И поэтому тоже человек должен постараться, каждый из нас, у нас есть огромнейшие возможности, потенциал, подумать, где и как я действительно могу внести больше добра в этот мир. Спасибо, успеха!